Люди вообще стали осознавать, что в благотворительности можно работать и вообще в этом строить карьеру Обучать людей радоваться и жертвовать — это уже существующий прям сегмент Появляется много образовательных продуктов, коротких, курсов больших, магистрских программ Ну и это прикольно, это значит, что благотворительность — вообще востребованная сфера А мы в приложении можем работать с пушами хоть каждый день И их смотрят, в отличие от имейлов Прикольно, попросил про людей и услышал про технологии Вот, пожалуйста, как вам такое, да, Илон Маск? Друзья, привет! И я думаю, надо начать с темы, которые надоели нам уже технологические темы И искусственный интеллект Сегодня в гостях Мариам Маргарян, директор по фондрайзингу Туба и преподаватель Высшей школы экономики Мариам, привет! Привет, привет! Да, поговорим сегодня, сказал бы, будет полегче, а на самом деле слово сложнее, чем искусственный интеллект и технологии Это фондрайзинг Фух Ну, тебе с ним на «ты» Поэтому мы поговорим про благодарительность, про помощь другим Мариам — профессионал в этой теме Однозначно я встречался уже, и мы общались, у нас были профессиональные контакты Вот, и, собственно говоря, давай, Мариам, немножко расскажи про себя, про то, чем ты занимаешься Чтобы наша аудитория, аудитория подкаста поняла вообще, что это за область, в которой ты трудишься Ох, область, в которой я тружусь, на самом деле супер русская, потому что слово фондрайзинг есть мало где В частности, да, в благотворительности, в искусстве, в стартапах, кстати Там, где есть искусственный интеллект, там тоже часто бывает фондрайзинг Вот, собственно, загадочное слово фондрайзинг Мне нравится старая формулировка, что это про искусство привлечения ресурсов В моем случае это ресурсов на реализацию благотворительных в народе добрых проектов Собственно, этому посвящена вся моя карьера, я с этого начала, и тут нахожусь уже девятый год Матерь Божья Девятый год, ничего себе Да, девятый год, отвечая за ресурсы, деньги, деньги благотворительности Я просто вспоминаю сразу пример, возможно, я тебе уже про него рассказывала У меня есть мой товарищ, Максим Ползиков, известный человек в ресторанной Москве Вот, вы можете его видеть там в одном сериале, посвященном ресторанам Но он какое-то время назад занимался тем, что помогал привлекать вот как раз средства По-моему, дом с маяком, Максим, поправь меня, если увидишь По-моему, не ошибся Вот, и я помню, что самой главной сложности, она была ментальная, психологическая Ты вроде бы помогаешь находить деньги и имеешь право на этом заработать Собственно говоря, вот у тебя нет такого противоречия Тебе не кажется, что это такая преграда, которая мешает Что я работаю в штате, у меня есть зарплата Нет, ты помогаешь находить деньги тогда, когда они очень нужны В том числе в беды, да, например, да Но ты как бы имеешь право претендовать Лучше помочь найти деньги и помочь, чем не найти и не помочь Ой, ну у меня, кстати, вообще никогда такого парадокса не было Я такая, ну надо что-то делать, и лучшее, что я могу сделать, это найти деньги Я понимаю, что разные люди хороши в разном, и в моем случае это вот эта коммуникация Поэтому я такая, ну надо, значит надо Мы идем и делаем, мы никого тут не оставляем Я понимаю, что у людей часто барьер, потому что это ассоциация такая Надо просить деньги, и просить деньги неловко, неудобно Ну и вообще тема денег такая табуированная Да, у нас не принято разговаривать про зарплаты, неприятненько Рассказывать про расходы, все такие, боже мой Там просить деньги, давать деньги на добро, на что угодно Это как-то скользко А это прям характеристика в нашей стране, да Ты много путешествуешь по меру Я много путешествую, да Ну мне кажется, да, что есть такая особенность того, что у нас, ну у нас не принято Национальная доминанта такая, да Да, а например, ну не знаю, вот в той же Азии я заметила, там прикольно хвастаться, что ты где-то сэкономил А в какой-то Европе, наоборот, прикольно хвастаться, что ты потратился вот прямо сейчас Ну то есть это такая специфика очень интересная, связанная с деньгами, да Но мне кажется, просить деньги на что-то полезное вообще ни разу не стыдная история Слушай, а мне казалось, что люди, которые этим занимаются, они такие довольно светлые и жизнерадостные Ты, собственно говоря, подтверждаешь это наблюдение Ты как бы можешь как-то объединить, действительно это правда или неправда Ну тут, наверное, надо вот сейчас немножко сделать шаг назад и рассказать, что вот волшебный фандрайзинг Фандрайзинг и привлечение денег бывает очень сильно разным и разных видов, да Можно быть фандрайзером, который работает исключительно с бизнесом, корпоративными донорами Можно быть фандрайзером, который работает с частными донорами, которые просто на карточке жертвуют И вот, ну, можно писать гранты и быть грант-райтером То есть тут вариантов много, и вот каждая вот эта вот ветвь фандрайзинга требует, на самом деле, такого Разного темперамента И вот если ты человек, который, ну, там, больше общается с корпоративными партнерами И твоя рабочая задача ходить, разговаривать, очаровывать где-то, да, шутить шутки тоже часто Рабочая задача, то ты, ну, да, жизнерадостность Нашутила на 10 миллионов, да? Нашутила на 10 миллионов, да, стендап-монолог сработал отлично Вот, то тогда, ну, да, в этом смысле очень важно уметь вот в этот контакт Быть активным, уметь общаться и быть в хорошем настроении И взаимодействовать с очень разными людьми, которые сами находятся в разных настроениях Иногда в плохих, и тебе надо с этим что-то делать И иногда вот харизма, темперамент, веселое настроение помогает с этим поработать Я читал интервью одного фандрайзера, она очень, такую интересную фразу сказала Она сказала, что фандрайзинг — это тонкое искусство обучать людей радости жертвования Класс, да, мне нравится Ну, то есть это правда, да? Да Но это же, видишь, там не только радость, да, слово главное, там еще слово обучать Да, нам приходится заниматься очень много обучением Потому что это, ну, не так, что в нашей стране вообще есть культура пожертвования такая долгая Да, что люди умеют, это такая привычка, что все-таки надо, конечно, жертвовать Такого нет У нас очень много барьеров благотворительности, связанных с доверием где-то Секторы индустрии у нас, в принципе, тоже очень молодые, да, это где-то Благотворительность как рынок существует там столетиями У нас это все достаточно новое, для многих людей это такое немножко отношение с опаской к этому И приходится много рассказывать, обучать, объяснять, как вообще это все работает Ну, судя по тому, что ты еще и преподаватель высшей школы экономики, и ты этому учишь, правильно? Этому же учишь, да? Ну, плюс-минус, да, можно и так сказать Именно, да, то есть получается целое образовательное направление, а раз оно появилось, значит, оно, ну, по крайней мере, востребовано, да То есть есть люди, которые хотят этому учиться, связывать свою профессиональную карьеру, да И ты тем самым подтверждаешь, что вот обучать людей радоваться и жертвовать, это как бы, ну, уже существующий прям сегмент Да, и тут, наверное, ну, такой суперклассный сдвиг последних лет, он вообще про то, что люди вообще стали осознавать, что в благотворительности можно работать и вообще в этом строить карьеру А не быть здесь волонтерами, которые просто про добро, какие-то человеческие ценности, вот И это, наверное, тоже связано с тем, что у нас есть вот это вот молодое классное поколение, суперосознанное, которым важно, как они тратят свою жизнь, вот Им хочется делать что-то полезное, у них есть интерес, ну, и раньше, ну, ты не мог к этому нигде обучиться Собственно, вот, когда я приходила в эту индустрию, всё супер по наитию происходило, ты скорее, вот, тебя бросали в бассейн, и ты учился плавать И разбираться, как это всё работает, может, вот Сейчас появляется много образовательных продуктов, коротких, курсов больших, магистрских программ Ну, это прикольно, это значит, что благотворительность вообще востребованная сфера, внезапно, становится, ещё не до конца, но вот мы на пути Слушай, интересно, вот ты сказала, я понял, что этого вывода никогда не делалось, да Получается, что вот эта суперосознанность нового молодого поколения, она-то, наверное, и привела не только вот к росту фандрайзинга и людей в этой профессии Она в том числе, наверное, привела к росту, например, того же кастомер-девелопмента, когда мы, ну, то, чем мы занимаемся, да Когда мы исследуем потребителей и хотим сделать их жизнь легче, лучше И это вот как раз осознанность, вот этот, видеть этот эффект, это как раз желание молодого поколения Ну, вот почему-то мне показалось так Я даже оставлю для себя, помечу, попробую поискать ещё такие признаки, что ещё нового возникло именно на основе этой осознанности Тут, наверное, чуть-чуть хочется подискутировать, потому что вот когда мы говорим про каст-дев и всё такое, то тут мы немножко упираемся в то, что, ну, на самом деле, мотивация делать пожертвования базовая, ну, не так, что она очень глубокая Без этого люди могут жить, у них может возникнуть в моменте импульса это желание, но его очень легко сбить, да Ты там увидел какой-то ролик, тебе захотелось, ты начал идти вот в эту сторону, там, не знаю, сканировал QR-код, потом тебя кто-то отвлёк, и ты больше никогда к этому не вернулся Поэтому вот это вот упрощать всё, что у нас тут происходит, чтобы это было цифровизировано, диджитализировано, интуитивно понятно, это вот про... Не, а я не про упрощать, а видеть обратную связь, ты когда сделал, ты такой получил, человеку стало лучше, такой, блин, довольно всё, вот я... Да, это, наверное, да Именно видеть обратную, быстро обратную связь А, я подумала, что мы уже ушли в какие-то технические нюансы Не-не-не-не, я про людей, про эмоции, про софт-скиллы, в конце концов, да Да, у них вот это прям важно, чтобы вот ты видел свой вклад в решение какой-то проблемы И даже если люди не идут, это поколение, в благотворительность как таковую То есть даже в компании и в бизнесе, которые устраивают, они часто спрашивают про то, а что у вас в социалке А вы вообще делаете что-то, а как вы делаете И часто вот какие-то исследования показывают, я просто не могу сейчас перечислить название Показывают о том, что где-то это может быть даже критерием принятия решения Что мы с моей компанией сходимся в ценностях О том, что надо делать чуть больше, чем просто работать Да, у нас как бы история с ценностями и вообще тема ценностей, она сквозная И там у нас еще будут гости на эту тему как раз во втором сезоне подкаста Хорошо, слушай, а можешь немножко рассказать, вот если мы определились с тем, кто начинает заниматься и как, да Можешь рассказать, кто является клиентом, да, вот, кто работает в первую очередь с вами Вообще можно как-то описать сегмент с точки зрения именно компаний, профессионалов, которые там работают? Индустрии Индустрии, да Тут надо тоже сказать, что мы работаем в логоточнице такая сложная, сочиненная штука У нас как бы этих клиентов вообще несколько категорий Первая история клиента – это те, которые подопечные, которым непосредственно любая организация помогает У всех своя, да, кто-то животным, кто-то собачкам, кто-то старикам, кто-то сиротам А вторая история – клиенты, которые доноры и которые тебе дают средства финансирования помогать вот этим вот своим первым клиентам Ну, условно, первым, да, и тут, наверное, там от классических продаж это все отличается тем, что, ну, в классической истории как Ты хочешь Кока-Колу? Я продаю тебе Кока-Колу, пожалуйста А в благотворительности история, что Вася хочет костыли, а деньги мне почему-то надо забрать у Ильи На Вася на костыли, ну вот, и мы тут немножко переворачиваем кубик Рубика Возвращаясь про рынок, кто тут вообще есть Именно мы сейчас имеем в виду людей, которые работают Да Именно в благотворительности Ну, понятно, что есть вот благотворительные фонды и организации, как непосредственно помогающие каждой конкретно своей категории У каждого свое Есть внутри вот этой вот благотворительной тусовки благотворительные инфраструктурные фонды, которые работают на развитие сектора и индустрии Это та самая системная благотворительность Это системная благотворительность, она может и в конкретной проблематике тоже существовать Но вот есть отдельно профильные организации, деятельность которых направлена непосредственно на то, чтобы благотворительность как индустрия росла, процветала с кадровой точки зрения, с финансовой точки зрения, с многих других ракурсов в том числе Есть отдельно большой бизнес, и у многих из них есть корпоративная социальная ответственность, есть благотворительные проекты и программы И часто это могут быть такие коллаборации между фондами и бизнесами, это могут быть независимые проекты, но тоже про социальное какое-то воздействие Есть государства, которые тоже делают социальные проекты, тоже иногда это коллаборация, бизнес, НКО, иногда это что-то самостоятельное Кажется, сразу вопрос, да, кажется, что доли сейчас государственных проектов больше стало, да, все-таки, на виду они, по крайней мере Они больше на виду, да, это совершенно точно, и, наверное, у нас там за последние пару лет, естественно, снизилось присутствие иностранных компаний, которые много делали в благотворительности и в социалке в том числе Теперь они иностранные агенты Не, не все иностранные агенты, скорее такие, бизнес, покинувший российский рынок, вот так вот Они делали много и делали классно, и были во многом такие транссеттеры, и приносили с запада практики классные, благотворительные, на которые равнялись там многие отечественные компании Сейчас их нет, и мы здесь немножко сейчас сами перестраиваемся в том, чтобы создать какое-то новое То есть нас немножко там азам плавание научили в этом, да, а потом все ушли, а дальше вы сами, да? Да, причем не могу сказать, что у нас плохо получается, мне кажется, у нас получается вообще неплохо, есть куда расти, и в условиях там кризиса, в которых мы существуем, вообще хвалю, думаю, что молодцы Слушай, два года назад, значит, все были, была большая грусть, да, связанная с уходом иностранных платежных систем, вот Сейчас эта грусть прошла, все научились по-другому работать, то есть собирать деньги, в первую очередь, или остался немножко такой эффект? Это, кстати, классный вопрос, потому что мы ровно тогда и встречались, когда вот на конференции я рассказывала про то, что платежи отвалились Я помню, как это было, все плакали Ничего не понятно Решились регулярных пожертвований, в первую очередь, я просто помню, что, ну, по своим друзьям и коллегам, и по себе, я помню, что проще всего было Ты подписан, у тебя что-то списывается, и ты даже не замечаешь Да, это ушло, да? Ну, как ушло, нет, на самом деле, как бы, ну, у нас есть, ты можешь, как бы, с карточки МИРТ подписаться на регулярный проект Нет, появились новые инструменты, да Да, и старые были, тут была проблема в том, что нужно было людей, которые отвалились по техническим причинам, вернуть, и это сложно, сочиненная история Потому что, тоже, прикол-то подписки, что ты подписался и забыл А потом тебе приходят, и мейлой, и тебе отвалилась подписка, переоформили с карточки, там, МИРТ-другой И ты, ну, сколько людей-то у нас открывают, и мейл-рассылки, там, меньше 30% Поэтому я просто, я помню, несколько раз получал письма, здравствуйте, я директор фонда какой-то известный, там, мне человек пишет Да, ну, только так можно было вернуть Конечно, и там была очень большая работа проделанная с точки зрения возвращения донорской базы У кого-то удалось хорошо и неплохо восстановиться и вернуть на предыдущий уровень Кому-то сложнее это все далось, кто-то работает впоследствии до сих пор Кто-то в моменте был вынужден, там, сократить свои программы Потому что возвращать это все все равно занимало время, которое ты не мог себе позволить, да, в этот момент Слушай, с точки зрения статистики, вот, два года назад вы говорили, что был там отрицательный тренд, да, то есть Объемы пожертвований существенно становились меньше, количество компаний Сейчас немножко выправилась ситуация, если вот сегмент описать как-то С точки зрения количества компаний, которые работают, собираемых средств, что сейчас происходит, какие тренды? Ну, конечно, все адаптировались Во-первых, какие варианты, когда ты работаешь в благотворительном фонде? У тебя вот прямо сейчас на носу там жизни твоих подопечных Ты будешь работать еще как, будешь искать способы, варианты и делать все, что угодно, чтобы оно получилось И действительно, ну, фонды перестроились, фонды понимали, что кто-то с большим успехом, кто-то с меньшим, это объективно так Ресурсы есть, просто сейчас как бы ситуация такая, что ресурсы есть, их много, но это не те ресурсы, с которыми мы привыкли как сектор благотворительный работать И тут я что имею в виду, что у нас по статистике всего там жертвовали 3-4% людей в благотворительном фонде на регулярной основе И можно сказать, типа, вот у нас подписки от этих 3-4% отвалились, но что там с 95%, которые где-то остались? Слушай, а мировая норма, ну, показатели, с чем сравнивать, то есть 3-4, там, да, ну, ладно, 5 и 95 А если говорить про другие страны, то существует какое-то другое деление? Не, наверное, существует, но тут мы чуть-чуть по-другому, наверное, сейчас про это поговорим, потому что у нас... Мы же не завидуем никому, ну, в смысле, просто сравнивать с чем? Нет, конечно, понятно, что у нас там уровень развития благотворительности не очень высокий в стране Все еще, как я уже говорила, там есть недоверие к фондам, есть отдельное вообще, кстати, недоверие, связанное с тем, что не хочу свои банковские данные оставлять на сайте Мало ли что случится, ну, то есть тут много всего То есть я иду заказать в Яндексе могу, а... Ну да, а тут просто штука такая, а что мы можем посчитать? У нас же вот еще гигантская проблема была, с которой мы как бы начали работать последние несколько лет, что мы не могли как бы оцифровать сектор и понять, а что в нем сколько А сколько людей в нем участвует, а сколько вообще фондов в этом всем, а сколько денег там, и были разные подходы к разным исследованиям И вот мы как бы уже поняли, что там посчитать условные подписки можно, да, мы можем сходить ко всем провайдерам, которые предоставляют возможность рекурдентного платежа Собрать с них данные, анализировать, собирать это каждый год, смотреть, что происходит А у коллег, у которых рынок более развитый, у них и нет такой потребности вот так вот сидеть и именно диджитал-пожертвование отцифровывать Мы, кстати, очень хорошо диджитализированы на фоне более развитых стран, потому что у них как бы что, до сих пор чековая книжка работает, что я буду от нее отказываться? Конечно, напишу чек собачкам, и все Да, и всем комфортно, и всем хорошо, потому что это просто рабочий инструмент У нас, поскольку мы на этой этапе, да, внедряем и развиваем, мы сразу технологичное, простое, быстрое решение, манипуляция вниманием, да, того, что вот три клика, восемь секунд, там, в частности, мы в Тубе говорим о том, что у нас пожертвование, это три клика, восемь секунд, вот, пожалуйста, как вам такое, да, Илон Маск, все просто и быстро По-моему, Женя Ефанов у нас когда был, директора компании АИС, он как раз про это говорил, что мы иногда забываем, насколько у нас все быстро и круто, мы просто к этому привыкли Слушай, а раз мы коснулись вот описания ситуации в России, ты можешь как-то охарактеризовать вот современные компании, которые уделяют внимание благотворительности, вот эта осознанность, о которой мы начали говорить на человеческом уровне, понятно, уровень людей, молодого поколения, осознанность на уровне компании, ее ценностей, она появилась? Да, конечно, у нас и раньше был хороший российский бизнес, у которого были очень классные благотворительные проекты, просто раньше мы его смотрели в контексте всех больших бизнесов, да, сейчас вот те, кто остался, ну, российский бизнес, они скорее пример для подражания для тех, кто немножко поменьше Здесь про осознанность, да, есть многие благотворительные программы у бизнеса, которые исторически сложились, и может быть, что это так исторически сложилось, потому что в какой-то момент там директору были важны собачки, а это, не знаю, горнодобывающая компания, и как будто бы в голове тяжело жениться собачки и горная добыча, не знаю Но вот так исторически сложилось, и они вот уже там десятилетиями могут реализовывать какие-то проекты, связанные с собачками Насколько это осознанно, не знаю, но практика сложилась, она идет, она работает, все классно, ребята и коллеги могут показывать результаты А вот те, которые последние, новые, и которые, мне кажется, это суперклассно и суперосознанно, потому что вот в первом подходе, в случае возникновения каких-то кризисов, конечно, бизнес, который решает бизнесовые задачи, ну, первые сливаются в социальные проекты, потому что нет они Ну, где отрезать-то, да, конечно Да, ну, потому что от этого ничего, ну, не, как это, не убудет, да, того, что мы сейчас тут подчикаем А классный современный бизнесовый проект, который мне нравится, это когда социальная политика бизнеса очень интегрирована в деятельность самого бизнеса И для меня вот абсолютный пример для подражения, я вот восхищаюсь уже кучей лет, горжусь тем, что была когда-то на запуске причастна к этому Это Яндекс и их благотворительный проект, когда коллеги сидят и прямо говорят о том, что, ну, смотрите, мы в чем? Мы эксперты в перевозках, мы эксперты в цифровых сервисах, мы эксперты в доставке Вот это мы умеем очень хорошо, мы как бы не готовы лезть сейчас в благотворительную поляну благотворительных фондов, где куча профессионалов Но мы готовы максимально помочь упростить на инфраструктурном уровне те вещи, в которых мы экспертны Ну, там даже не 8 секунд и 3 клика там, по-моему, автоматом все списывается Там, да, ну, там фандрайзинг История округления вот этого, да? Да, но если даже уйти от именно фандрайзинговой механики, сейчас мы про нее, наверное, вернемся тоже А что они делают? У них есть такси для маломобильных людей, подопечных фондов Они обучают своих водителей, как взаимодействовать с такими людьми Они их переводят, переводят это бесплатно, ну, это офигенно То есть это не только механизм включить, а еще погрузиться в это и у себя начать с этим работать Например, да, потом у них классные цифровые сервисы, да, почта, облако, рекламные инструменты Они такие, мы готовы это давать, а на кого? Пользуйтесь, пожалуйста, бесплатно Не просто так, надо проходить верификацию и проверку, но тем не менее, вот у нас есть вот это Мы в этом экспертны, пожалуйста Ну, то есть они как бы элемент системной благодворительности, они дают инструменты Они дают инструменты, они дают очень полезные и важные инструменты в этом всем, и это просто потрясающе Да, мне просто на самом деле интересно скорее перерождение каких-то компаний Вот представь, есть компания, которая развивается, их много в России И очень здорово можно посмотреть на Ютубе, например, интервью с собственниками бизнеса Которые рассказывают, что они прошли такой путь, они, если раньше там, не знаю, я не буду приводить к этому примеру Но ты видишь, как компания поменялась, когда для нее появились понятия, которые раньше отсутствовали Потому что они делали бизнес, а сейчас они поняли, что есть что-то еще, да, вот И ты смотришь, и получается, компания выросла, она и технологически, и по тому, как она работает с кадрами, с персоналом, вот И ответственность ее, и ценности у нее появились И вот она в какой-то момент понимает, стоп, то, что я раньше кому-то помогала, я что-то делала такое Теперь мне надо заниматься системно Вот, мне кажется, это самое интересное перерождение, которое происходит с компаниями Которые просто выходят на другой уровень, не знаю, уровень бизнеса, наверное Вот, мне кажется, вот это, я не про Яндекс, да Я понимаю Да, да, да Вот, мне кажется, это вот это здорово увидеть, да, потому что то, как меняются и понимание Вообще, ради чего они существуют, что они делают там, да И как, когда они появляются в вашем периметре и начинают, ну, в конце концов, добавить вам какие-то ресурсы дополнительные Ну, да, тут многое, кстати, бывает очень часто именно такой исходящий запрос от сотрудников Когда сотрудники внутри им что-то близко, ценностное, они там организовались, начали что-то делать Это стало каким-то best practice внутри компании Они вынесли, они это сделали частью инициативы в HR, да И стали поддерживать в этом, да Да, и мне кажется, тут тоже классный пример, который я тоже нежно люблю Это компания Сибур и их юридический департамент Коллеги начали пробойно волонтерить для фондов в юридическом аспекте на платформе ProCherity ProCherity — это платформа интеллектуального волонтерства фонда «Друзья», где фонды размещают задачи из разных отраслей и областей По профильным темам, на которых у самих фондов нет ресурса Типа IT, юриспруденция, дизайн, там много всего А профессионалы из разных индустрий могут поволонтерить таким способом Ну, отрисовать где-то плакат, где-то подключить платежную систему, где-то открутить договоры Остаться в рамках своей профессиональной деятельности, но помочь Да, ну, потому что понятно, что кому-то там, ну, может психологически тяжело, да, там ходить в хоспис и волонтерить Но желание и потребность быть причастными к чему-то хорошему она есть И вот интеллектуальное волонтерство — хороший инструмент И вот компания «Сибур» юридический отдел начал заниматься пробонно-волонтерством для фондов в юридической плоскости Потом эта история вышла настолько на глобальном уровне, что ребята ходили с этим кейсом на конференции И рассказывали, что же они там с НКО сделали Это получило большой паблисити внутри компании И уже было как будто бы, насколько я помню, тоже, чтобы сейчас не соврать Что потом уже и получили коллеги и корпоративную поддержку сверху Просто чтобы продолжать делать то, что они и так делали Слушай, вернусь еще, дополню свой вопрос в отношении компаний, которые перешли на другой уровень Я это, знаешь, такой термин только что придумал Называется «холодное волонтерство» Вот ты общаешься с компаниями или кто-то из твоих коллег общается с компаниями, которые еще, ну, не помогают, не делают чего-то И вот мне просто интересно, как обосновать значимость этой деятельности для компании Когда вы приходите, объясняете, зачем ей на это надо, что у нее поменяется Ну, для того, чтобы в конце концов, чтобы реализовать свои цели и получить от нее деньги Не, ну, конечно, это большая часть работы моей Ходить к людям, которые ничего не знают Которые ничего не делают, да, в этом Которые ничего не делают и рассказать, о чем можно сделать Ну, это же ужасно, это как звонить, продавать интернет, да, человеку, которому... Не знаю, я обожаю Такой азарт в этом всем Посмотрите, насколько твой дар убеждения прямо сейчас сработал Не, это я согласен, это действительно... Это, кстати, наверное, штучные люди Я просто все время пример... Я общался с одним человеком, мне позвонил какой-то рекламный гид Который, знаешь, билеты в театр продает И мы разговорились Я говорю, ну, это же вас же посылают, вас же сбрасывают звонки Она говорит, я получаю от этого огромное удовольствие Потому что каждый раз, когда у меня удается продать это дело Это прям уникальный случай, который можно прям положить И прям рассматривать со стороны Наверное, здесь вот такое же происходит, да, получается Расрабатывает дар убеждения Ну, тут важен подход, мне кажется И я думаю, что тут тоже такая штука Что к этому очень по-разному можно относиться И я знаю, что у нас там, ну, в секторе есть такой момент Понятно, что это не про крупные фонды, которые уже давно в этом всем А вот про такие средние и поменьше Когда к бизнесу относятся в целом Как к какой-то такой абстракции Кошелек с деньгами, да, что вот они там Да, они там просто, ну, богатые, у них есть ресурсы И почему бы ты не мы А можно с бизнесом взаимодействовать совершенно по-другому Можно выстраивать эти отношения партнерские Это не про снизу-вверх, когда ты ходишь и просишь Потому что ты хороший, делаешь хорошее Они могут там тебе помочь А именно про партнерский подход Когда твое предложение сформулируют не только в том, что тебе нужно А в том, что ты можешь этому бизнесу вообще-то тоже дать И в этом смысле вот я хожу Перехожу из абстракции в конкретику А бизнес он какой? Чем он вообще сам по себе занимается? О каком конкретно я департаменту внутри этого бизнеса иду? И какие задачи люди в этих конкретных департаментах решают? И где мое предложение поможет им закрыть их рабочих задач? Например, да Понятно, что мне, фандрайзеру, всегда нужны деньги Коллеги, если у вас есть, пожалуйста Где-то там будет QR-код Да-да, мы обещали Мы обещали, да QR-код поставим и попробуем собрать хоть что-то Заберем все, что дадите, заберем Да, понятно, что мне всегда нужен вот этот ресурс Чтобы продолжать делать то, что я и так делаю И я могу пойти к HR-отделу, у которого есть вот его задача Тимбилдинги, или чтобы коллеги волонтерили, или еще что-то с предложением Я для ваших сотрудников готова организовать волонтерские выезды Готова прочитать вам лекцию про то, как было дается устроено Я готова там собрать вам статистику Готова отдать вам грамотность Что угодно могу сделать, в зависимости от того, какие у вас KPI Вот, и я тут разговариваю с HR-ом, которому надо закрыть его задачи И предлагаю ему предложение, которое стоит того Ну, понятно, что с разными отделами это разное Если ты ходишь в пиар-отдел, и я это всем говорю, уже даже устала говорить То я предлагаю проект, который поможет закрыть очень пиарские задачи Охваты, упоминания, социальные сети Что коллегам интересно, вот то и лежит у меня в предложении для них Слушай, а какой основной барьер, главный барьер приходится брать Вот в общении с такими компаниями Я понимаю, что, наверное, ты когда идешь в разные места Там HR, пиар и так далее Но в целом можно выделить какое-то доверие, да? Не доверяют просто, или что? Ну, тут, наверное, тоже по-разному, да Если мы говорим про большой, крупный, известный бизнес У которого есть стратегии уже благотворительные, еще что-то То тут надо понимать, что к ним, ну там, простите, коллеги Да, условный Альфа-банк Почему я говорю условный? Потому что просто мы видим рекламу Альфа-банка везде Да, мы видим в телевизоре, мы видим на баннерах, мы видим везде И когда ты думаешь, типа, пойду фандрайзить к бизнесу У тебя первые мысли, вот эти вот бизнесы из рекламы Которые у тебя постоянно И понятно, что вот к таким бизнесам ходит очень много фондов С очень разными предложениями И понятно, что у коллег тоже, ну, не резиновые бюджеты У них есть свои регламенты и процессы, где все прописано Там, с чем им интересно работать, как им интересно это делать И ты просто здесь находишься в конкурентном Альфа-банке здесь абстракция, если что Да, что, ну, тут есть процессные штуки И ты там в конкурирующей среде находишься Там барьер конкуренции А вот в компании, которая никогда этого не делала Вот прям неизвестная И она не рекламируется, как Красный банк, да? Да, тут момент такой, что вот это вот Ну, большая часть бизнеса, это все равно маленький бизнес Или даже большой это может быть Но который работает в B2B-сегменте И у них там нет потребности где-то там рекламироваться Но они есть И они этим не занимаются Потому что, может быть, просто такая мысль в моменте не возникала Не доросли еще когда Да, что абсолютно нормально И к ним, кстати, почти никто и не ходит Ну, потому что как-то эта мысль-то редко возникает Что вот можно пойти к ИП Иванов и Ромашко Вот, она как-то там А он лидер рынка в своем сегменте А он лидер рынка в своем сегменте, да Соборотом 50 миллиардов, да Вот, эта мысль редко возникает К ним не приходишь И когда ты приходишь к ним, то там, да Есть этот образовательный момент Сначала надо вообще рассказать Что такое благотворительность, как она работает Почему в целом фонды не мошенники Почему конкретно ты не мошенник Сформулирует свое предложение И, наверное, здесь часто Ну, поскольку все равно для людей это страшно и рискованно Они там еще не имели такой опыт То здесь предложение всегда с какого-то маленького касания Давайте мы попробуем сейчас что-то попроще сделать А потом, если получается чаще всего Да, получается что-то прикольное, классное Ты предлагаешь сделать что-то побольше И ты дальше развиваешь эти отношения Пока вы тут совместно не дорастете До каких-то более масштабных проектов А кому-то ты здесь помогаешь вообще создать эту практику Да, социальную внутри И, ну, надо понимать, что тоже, да, как бы Тот первый вариант бизнеса, про который мы говорим Это вот уже, ну, это система Там внутри есть процесс, процедура и все такое Когда мы говорим про что-то поменьше То там все еще люди Обычно люди, у которых базово есть это желание И свою внутреннюю потребность как-то помогать Но часто нет просто знания А как можно помогать А что можно делать А как можно помогать через свой бизнес А не только там самому жертвовать Поэтому здесь, ну, есть много такого просветительского момента Я общался когда-то тоже с твоими коллегами по рынку Они говорят, что один момент очень важный для фандрайзинга Это то, что фандрайзеры и вот такие люди Они как доктора Там цена ошибки очень велика То есть если ты кого-то привлек И что-то оказалось не так То все уже потом на тебя То есть отмываться от этого будешь очень долго, да Вот, и, соответственно, ошибка вот в какой-то В реализации программы пообещала То одно сделало другое То оно особенно на первом шаге Вот когда первый раз компания, которая никогда не работала Вложилась и что-то получилось не то Она прям существенно подрывает доверие к этому направлению И люди просто, ну, не люди, а компании Просто перестают работать с благотворительностью Ой, это какой интересный тест на самом деле Я верю, что так бывает, как ты говоришь Но у меня просто другой опыт Не потому что в моем опыте мы не косячили Еще как косячили, как и все Косячить нормально, так бывает А первая история в том, что Ну, мы живем в жутко нестабильное время Это последние сколько лет коллеги Тут меняется все на ходу И все прекрасно все понимают Что план может быть таким А факт очень сильно может казаться другим И здесь, наверное, на мой взгляд Вопрос просто всегда в коммуникациях Как ты взаимодействуешь с твоими партнерами Насколько прозрачно, открыто и честно Ты говоришь, как обстоят дела Насколько ты таким был вообще в самом начале Когда вы о чем-то договорились И тут немножко есть история про управление ожиданиями Потому что можно прийти к партнерам И сказать, вот вы нам денег А мы в этом таких-то сейчас золотых гор Нам мутим просто Все будут говорить про то, какие молодцы А там у фонда, не знаю Нет пиар-ресурса этим всем заниматься А компания такая Ну вы же нам обещали Они такие, да, но у вас же есть свой пиарщик И такие, нет, это что-то как будто бы не то, что мы думали Вот, и тут для меня всегда вопрос просто коммуникационный Как ты про это говоришь Насколько ты честен, насколько ты открыт Насколько ты говоришь не только про то, что не получилось А что можно сделать, чтобы улучшить то, что не получилось И что можно сделать в следующий раз И у нас были ситуации Ну не один раз, да, в разных сегментах Когда договоренности были одни По факту случились другие Иногда это, да, внешние обстоятельства А иногда, ну, чисто человеческий фактор Вот И мы отрабатывали, объясняли Извинялись, предлагали решения Перестраивались, да Перестраивались, и я не могу вспомнить ни одного партнера Который такой never again с тобой, конкретно Мариам Слушай, вывод такой Кажется, что на самом деле вам Вы довольно хорошо начинаете понимать бизнес Тех компаний, к которым вы приходите Если вы на одном языке с этим бизнесом говорите То у вас тогда уже долгосрочные отношения выстраиваются Ну да, я думаю, что это очень важно Реально понимать, с кем ты вообще имеешь дело Глубинно Да, как устроен у него Потому что если ты на одном языке говоришь То он скажет, все, окей Человек будет со мной надолго, да, там Да, это кто пришел Сначала просить, а теперь мы просто Другому помогаем Он понимает мои цели, я понимаю его И мы видим эффект, как вин-вин, да Да, нет, абсолютно-абсолютно Это так-то работает Очень по-человечески Слушай, немножко другой блок хотел заберите Да, ситуация понятна Про людей немножко, про вашу команду Вот, можешь рассказать вообще, кто такие люди Потому что то же самое Когда смотрел мнение людей, которые начинали работать Приходили, особенно там студенты Бывшие только выходили, работали Вот, то есть существовало такое, да, мнение Что такие светлые же человечки Да, ты идешь какие-то, может быть, даже Притупить какую-то свою собственную боль Там кажется, что помощь другим Она что-то дает тебе, да В смысле роста Вот У вас, ну, наверное, вы Слышал тоже, что это неправильная позиция, да И как-то тут было, сейчас я найду Мне очень понравилось Вот Да, тоже тут девушка, которая давала интервью В интернете Она поняла, что Тезис, я хочу сделать лучше, больше минус, а не плюс Вот ваши люди, кто они такие в команде? Так, конкретно в моей команде Да, в твоей команде Так, надо вообще рассказать-то про свою команду Чуть-чуть подробнее Время пришло рассказать Я работаю в потрясающем проекте, который называется Туба Это благотворительное мобильное приложение Которое помогает проверенным фондам в России Собирать средства на реализацию проекта У нас сейчас больше ста фондов на платформе Они по всей России Которые, ну, каждый занимается своим, да Кто-то все еще животным, кто-то старикам Кто-то сиротам, кто-то занимается проблемой онкологии У нас к этому моменту наша платформа Собирает больше всех средств среди площадок Агрегаторов Мы собрали уже 1,7 миллиардов рублей За очень короткий срок Очень сильно горжусь тем, как это устроено Технологически крутая, да? Это технологически классная история И, наверное, сейчас я буду палить нашу фишку Наша фишка, наверное, в том Это я вам говорю как фандрайзер Что мы приложение Большинство фондов своими донорами Которые поступают в онлайне Работают через имейл-маркетинг И это единственная возможность коммуницировать с донорами А мы в приложении можем работать с пушами Хоть каждый день И их смотрят В отличие от имейлов Прикольно Просил про людей Услышал про технологии Ну, мне надо рассказать Потому что, как бы, люди, которые делают вот это И что это за люди, которые делают вот это Большую штуку Очень, на самом деле, разные И здесь, наверное, хочется начать вообще с нашего учредителя И основателя Рамазана Меджидова Который придумал Тубу когда-то И Рамазан не относит себя Как к благотворителям Основателям фонда Как к человеку социалу Он себя относит как к донорам И приложение-то появилось Когда Рамазан хотел сделать пожертвование И вдруг не нашел для себя ничего удобного И он такой Что-то как-то Значит, делаем свое Рамазан абсолютно человек-предприниматель С предпринимательским бэкграундом Он сейчас продолжает работать В своих бизнесах Но вот приложение Когда-то появилось вот так Что нужно что-то удобное Окей, я этим займусь Тут всегда очень Такой предпринимательский темперамент Вот есть люди, которые работают Мы конкретно И мы занимаемся тем Чтобы эта большая машина Становилась все больше и больше Внутри команда Она у нас, кстати Из разных-разных специалистов Первая это команда по работе С фондами Которая проверяет Наши благотворительные организации Что все честно Прозрачно Следит за сборами Следит за отчетами Следит за сметами Скоринг благотворителей такой, да? Да Небольшой У нас, естественно, свои процедуры на это Очень молодая команда там Девчонкам По 20 с чем-то лет Мне кажется, до 30 Все почти Или чуть-чуть больше Не из твоих студентов? Не, это не мои студенты Хотя у меня есть коллега Которая буквально Мне кажется Ну, повторила мой карьерный трек Она тоже закончила Выше школы экономики Тоже закончила Экономический факультет И когда я Сама это делала Всем было странно Что я ушла После экономифака вышки Заниматься благотворительностью И мне задавали Очень много вопросов Вот И я впервые встретила Человека Который сделал то же самое Вот у себя В этой команде в Тубе Очень удивилась Я не одна Я такая Боже, как здорово Как здорово Что нас больше Чем один В этой ситуации Очень молодая команда Очень В этом отделе Естественно Ценностно ориентированная Очень сильно Ценностно ориентированная Очень профессиональная И Тут надо сказать Что если Вот мы раньше Как говорили Действительно люди Приходили с какой-то Своей боли И оставались в этом всем То здесь Что мотивирует Это карьера Развитие Хочется расти Развиваться Просто вот здесь В благотворительности В полезном деле Хочется Этим всем заниматься И у нас Вот эта вот команда Которая с фондами Работает максимально Включена В то Чтобы упростить Жизнь фондом Несмотря на то Что у нас там Такие отношения Мы там помогаем им И все равно У нас есть какое-то Взаимодействие Они готовы Помогать фондам Включаются максимально Помочь составить документы Собрать их Очень по-дружески Очень по-свойски Ну как и полагается Людям там до 30 лет Да Что это не вы Игорь Иванович Привет, Катя Вот Ну и кстати же Не подходит не всем Вы же можете прийти в компанию Где вот такой подход Ну не работает Нет, конечно Да Конечно, абсолютно Да Но здесь вот как раз Классность Что ты всегда понимаешь Кто перед тобой И можешь адаптировать Свой Они уже научены Или они у вас так учатся Я, во-первых, думаю Что люди, которые В этой сфере работают У них все равно Есть это интуитивное понимание Немножко вон там Вот, да Про то А что это за коммуникации И как Потому что приходится Много общаться С очень-очень разными людьми На всех этапах И с работниками Других фондов И с донорами И с партнерами И мне кажется Коммуникация Самая важная Скилл, который есть У любых департаментов Вот там Наши коллеги Умеют с очень разным Общаться Вот Есть там личностная мотивация Есть профессиональная мотивация У нас гигантская команда Просто по Маркетингу И социальной медиа Там у нас Кого только нет Вот И это реально Просто суперпрофессионалы Которые Вот реально Ну делают Реализовывают Свою профессиональную задачу Вот тут вот Просто в благотворительности Тоже Все достаточно Все молодые Вот честно Вот реально Очень молодая команда Все вот Занимаются Заряженной идеей Ценностями Возможностями Делать что-то гигантское И это все очень хорошо Заряжается учредителем Который такой Газ Едем Берем Расширяемся Быстрее И это вдохновляет Мотивирует И у нас такая Супер не стоячая команда Ну естественно У нас большой блок разработчиков А как без них Вот А про них могу сказать Сильно меньше Кого-то надо было поругать, да? Нет, не то что поругать А потому что Ну конкретно там Разработчикам Не очень интересно Общаться с Мэриом Фандрайзером Вот Потому что У них есть Какие-то свои дела Которые я Не очень хорошо понимаю Как это все устроено Вот У нас есть Руководитель отдела разработки И продакт-менеджера Если у меня возникает Что-то Какой-то вопрос То я иду вот К этим двум людям А что они дальше Потом делают Я не знаю Они идут К своей команде Говорят Какие-то волшебные слова И происходит магия Вот Не знаю, что сказать Кроме вот этого Ну конечно, да Да, редко такая Социально активная С высоким уровнем Эмпатии Программисты Ну это, наверное Нет, а может быть Они такие Просто я не знаю У меня же нету Как правило Причин-то с ними Поглубже взаимодействовать Когда есть вот Продакт-менеджер Которому я прихожу И говорю Ну и да Его набирают В том числе Чтобы у него Софт-скиллы работали Хорошо Слушай, можешь привести Пример В чём Туба Крутая Вообще Какой-то вот Пример Который у вас Скажете Блин, так здорово Получилось Для меня вообще Сам факт Существования Тубы Как такого стартапа Уже супер-пупер Успешный кейс Потому что он Туба появилась В Дагестане В Дагестане В регионе Который был Не очень хорошо Цифровизирован С точки зрения Благотворительности Там люди Хорошо и много Жертвуют Есть у этого Культурно-религиозный Аспект Но часто Эта история Была про сбор На личные карты И переводы Тоже не потому Что здесь что-то Было нечестно Или ещё как-то А просто потому Что там Другой уровень доверия Внутри региона Устроено И так людям Было просто И понятно С появлением Тубы Конечно Личные карточки Ушли на второй план Потому что Ну, во-первых Это наш критерий Как платформа Что мы не работаем С НКО Которые ведут Сбор на личные карты Вот Мы цифровизовали Эту историю Нас знают Вообще все В Дагестане Вообще все На юге В регионе Не приходится Рассказывать Что такое Туба Как это работает Кстати, там даже Партнёров-то не особо Приходится искать Они сами к нам приходят Очень стоит Да, они говорят Вы такие классные Давайте что-нибудь сделаем Слушай, это очень интересный Кстати, момент Позволь, я ему Уделю небольшое внимание Ты сказал Культурные там Аспекты Я вспоминаю пример Который мне рассказывали Представители, по-моему Финансовой сферы Они говорят, что В Дагестане существовала Такая практика Там очень небольшая Собираемость была Возможно даже и есть По ЖКХ По квартплатам Вот И у них Существенно вырастало Когда просто человек шёл И говорил Слушай, ну ты не заплатил Заплати И все платили То есть вот Когда появлялся такой обходчик Ему доверие было очень высокое И такой типа Поднять до 80% Собираем Да вообще Сейчас человек пойдёт Соберёт Вот То есть доверие высокое К тому, кто уходит И поэтому вот ты сказала Что Можно сказать Ну как бы выросла Да В этом регионе И оттуда вышла Туба Вот Это как раз подтверждает Это А Есть ещё В нашей большой стране Примеры Такого хорошего Когда Работает Немного хорошего Мне вообще кажется Что гениальность Многих больших Благодарительных фондов Которые работают Супер хорошо Вопреки Вот Да Ну Тут Очень много Реально классных проектов Которые мне очень нравятся Совершенно в разных сферах Например Мне очень нравятся Системные проекты В онкологии Типа Школа Практической онкологии Имени Павленко Да Суперсистемный проект Который занимается Образованием Профильных Врачей Хирургов Онкологов Понимаешь Что это Сложно сочинённая тема Для простого донора Но вот я как человек Который в индустрии Ужасно горжусь Что у нас есть Вообще такие проекты Внутри нашей страны Есть очень классные Проекты Которые работают С темой сиродства Суперпотрясающе Суперфиктивно Ну там рассказывать Про ночлежку Которая работает С темой бездомности Не знаю Мне кажется Все знают Знают же Или надо рассказать Хотя бы чуть-чуть Слушай нет Тут я скажу Другой момент Вот ты мне ответил на вопрос А как вот эти Случаи Да И вот ты Настолько рассказываешь Об этом Открыто и радостно Да Что кажется Что Эта штука Пока доходит До какого-то Довольно Известного Публичного канала Она как-то Растворяется И у нас Хвалиться нечем Вот И мы по-прежнему Мало тратим На благотворительность Как страна Да Куда все это девается Слушай Хвалиться есть много чем Но у нас Как именно Благотворительность Как сектор Очень мало ресурсов Коммуникационных Пиар ресурсов Для того Чтобы рассказывать Мне кажется Мы вернулись к тому Что с чего ты начинала Что у нас как раз Нет практики Что мы хвалимся Что мы что-то купили Дешевле У нас эта история Есть Когда мы говорим Про частных доноров Которые жертвы И там до сих пор Часто можно услышать Вот этот тезис Про то что Ну да я помогаю Но зачем мне об этом Всем кичиться Абсолютно точно Я тебе говорю Я спрашивал Огромное количество людей Действительно помогает Но оно не делает Эту историю публично Коллеги надо делать публично Надо делать публично Я понимаю Что это может выглядеть Как будто бы корыстно Но рассказывая Публично О своей благотворительной деятельности Вы вдохновляете И мотивируете Других людей Тоже включаться в эту историю Чем больше вы об этом говорите Тем больше это тема Которая появляется в повестке Тем больше людей Нормализует Для себя благотворительность Какую-то ежедневную привычку Поэтому я буду сейчас Очень активно призывать Вот если вы что-то делаете Рассказывайте Вы еще не бойтесь Что вас как-то там Не так воспримут Это Ну там же страх такой Думают Скажу А он скажет Слушай, так мало Вроде такой нормальный парень А так мало жертвуешь Не, ну как Нет, ну правда Любые суммы важны Здесь, правда Здесь нету маленькой суммы Одна из самых Вот популярных акций Которая случилась В России фандрайзинговых Рубль в день Она вообще была про то Что вот жертвуй Пожалуйста Тридцать рублей в месяц Как будто бы Это вообще ни разу Не сумма Которую мы считаем Но эта акция собрала Эта акция собрала Очень много денег Она собрала Более всего Десяти миллионов рублей В какие-то вот Первые недели запусков Ежемесячными платежами То есть потом Эта сумма увеличивалась Я вот перестала Честно говоря Следить за тем Что там с акцией происходило Но вот Это было вот так вот И я помню Что самое главное Инсайт Который словили Там доноры И пользователи Которые приходили В эту акцию Про то Что блин А я думала Что благотворительность Для богатых Оказывается Мои 30 рублей Это решают Что-то И это вот Очень много людей Подключились в эту историю Очень много людей Поддержали Поэтому нет Здесь вот пожалуйста Про любое Можно рассказывать Если стесняетесь Рассказывать про суммы Не рассказывайте про суммы Но расскажите Что вы помогаете Жертвуете Публично открыто Да Ну это вот Когда мы про частных людей говорим А когда мы говорим Про благотворительные фонды Которые реализовали благотворительные проекты Нам хочется Очень сильно рассказывать Но у нас здесь мало ресурсов Да У многих фондов Хорошо повезло Если в штате есть какие-то пиарщики Которые умеют работать Со СМИ и медиа И рассказывать Но у нас нету Часто денег В бюджетах наших На таргетинг И продвижение В социальных сетях У нас сложно Выстраиваются Часто отношения со СМИ Да Потому что Не всем всегда интересно Что классного Мы тут понаделали Вот А перестроить бизнес Ну ваш бизнес И выделить часть Которую Ну просто пойти за деньги И это делать На что вам не хватает ресурсов Ну как-то А это всегда такой этический момент Да Ты выделишь деньги Прямо сейчас себе На пиар Или пожалуйста Или оставь все эти деньги На работу Твоей благотворительной программы Что приоритет Понятно Что в моменте Чем больше ты вкладываешь пиар Тем больше у тебя есть возможность Фондрайз Конечно Ты сделаешь У тебя дельта будет какая-то Если ты с нее возьмешь Да Но тут всегда мы упираемся в то Что это как будто бы Да стратегически верно Но мы часто находимся Когда тактически все горит Вот Это такое Ааа Как быть Что быть Ну многие работают Да Правда все равно Не так громко наверное Получится как хотелось бы Но не потому что нам Нечем похвастаться Абсолютно точно У нас в России Делаются нереальные проекты Очень классные Просто мы пока Не умеем про это Громко и красиво говорить А потом у нас Из детства еще Ну во крайнем мире у меня Из советского детства Фраза которая была По-моему в мультике Или где еще Хорошими делами Прославиться нельзя Да она почему-то Вне контекста Выпадает Точнее попадает Вот Но такое есть Но объективно лучше сейчас стало Сейчас у каждого СМИ Есть Свои блоки Связанные именно С социалкой С благотворительностью Там сейчас рассказывают Вот Любое медиа СМИ Взять Они там есть блоки Которые посвящены Непосредственно благотворительности Но понятно Что это такая Ну рубрика Одна из многих-многих Редко когда это Акцент Да Типа обложка номера Про что-то благотворительное Марьям Слушай Все равно Есть же люди Которые работают Непосредственно Грубо говоря С Так сказать Передовой Помощи Да То есть соответственно Они видят беды Видят это все Боли и так далее Как им Как их Как им удается Сохранять Не выгорать Не переживать Да И сохранять Вот моральный настроек И вот такую радость Которая у вас В команде присутствует Ну тут надо сказать Что я вот очень люблю Нашу команду Но наша команда Не работает на передовой Да Мы работаем все-таки С фондами А не с подопечными Напрямую Которым мы помогаем И это Большая доля Наши ментального Спокойства Нужно это тоже понимать Про себя лично Могу сказать Что я слабак Я не смогла бы Напрямую Работать с подопечными И это причина По которой я все свои Там сколько уже 9 лет Тусую в инфраструктурных Фондах Которые помогают Другими Это Ну ты согласна Что на самом деле Это барьеры В том числе Кто собирается помочь Потому что Условно говоря Если человек решается Я готов там потратить Там тысячу Десять тысяч Сто тысяч рублей Заходит Потом видит Эту беду Которую там На которой собирается Деньги Господи Лучше бы я не видел Это все Да И у него этот барьер Срабатывает раз за разом То есть ему тяжело Просто погрузиться Эмоционально в то Что в итоге Не может иметь Хорошего итога Ну здесь я наверное Сейчас буду апеллировать Тоже к коллегам Коллеги Которые работают На передовых Да надо сказать Что все равно Вызывают восхищение И все равно У нас в индустрии Самый большой процент Выгорания Правда выгорают Но те кто держится Они молодцы Мы здесь как бы понимаем Что это Все-таки вы учителя Потому что говорят Учителя быстрее всего Выгорают Но вы же учители Да Тут есть момент Что который Ну непосредственно Работает с подопечными Это действительно Очень сложно Психологически Но поддерживает Всегда вот те изменения Которые ты видишь От своей работы Собственно поэтому И люди работают с подопечными Потому что ты Сделала Из А превратилась в Б И ты видишь Как и почему Когда мы говорим Про людей-доноров Здесь всегда важно Как непосредственно Благотворительная организация Коммуницирует Проблемы Которые она решает У нас было много В секторе Вот этих вот кейсов Когда Такая токсичная Благотворительность Вот эта вот Со слезой Типа Если ты не пожертвуешь Алёша Останется без ног И все-таки Боже Какое чувство вины Прямо сейчас Давит на меня С экранов Там моего компьютера Телефона Whatever Это всегда Фонд раздало хорошо Надо признаться Но от этого Выгорали очень быстро Доноры Естественно Ты понимал Что всегда тобой Манипулируют Всегда ты понимал Что сегодня у Алёши Нет Боже мой Какие дуральские примеры У Алёши сегодня нет ног Завтра у Маши нет рутик С этим невозможно работать Да Ты никогда не решишь эту проблему А Фонды Перестроили свою коммуникацию И мы сейчас говорим Про результат Про то Что у тебя есть возможность Быть сопричастной К тому Что Не знаю Алёша Реализует свою мечту Будет играть в баскетбол Что Алёша Сможет ходить нормально в школу И это всегда история Про результат Про позитивный эффект От вклада Про то Что конкретно Ты можешь делать Чтобы стало лучше Это не Продавцы хэппи-эндов Да Это вот Про твою возможность Вот менять И видеть это изменение Понятно Тут тоже Мне как бы хочется сказать Пожалуйста Там Токсичная коммуникация Это не очень Но мы правда Разговаривали с коллегами Из регионов Которые говорят Ну мы понимаем Что токсично общаться не очень Но когда мы общаемся Не токсично Мы ничего не собираем И у нас в регионе Конкретно Работает вот так вот Меня это всегда смущало Но я думаю Что ты как фонд Который в первую очередь Думаешь о своих подопечных Наверное Можешь Из этой истории Просто плавно выходить Переучивать свою аудиторию Что вот можно вот так вот Помогать И ещё что-то Но на это нужно время Поэтому иногда Ты можешь столкнуться С не очень классной коммуникацией Поговорить с фондом И часто там Появятся такие причины Про которые ты в моменте не думаешь Почему это так А не по-другому Круто Слушай Ну я не могу Я пытаюсь найти максимальный Так пик Твоего эмоционального ответа И на этой радостной ноте Завершить подкаст Но на самом деле Не буду ничего дополнительно спрашивать Тебе большое спасибо Что пришла Это очень эмоциональная Получилась программа И на самом деле Я думаю Что откликов будет достаточно Вот И я немножко даже завидую Что ты С таким количеством Положительных эмоций И таких крутых людей Сталкиваешься каждый день Приходи к нам Давай нам день Это еще один шок Спасибо тебе большое Дорогие друзья Спасибо вам большое Что были с нами Подкаст Кто не знает Кто это поймет До следующих встреч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok